Мы находимся в парке Лакиш в Ашдоди. Какое отношение история, фантастическая история, которую я хочу рассказать, имеет Кашдон? Это будет интригой 11-го фильма «Счастливцы». Военнопленный Вальтер Кофф. В начале 18-го года телевидение Германии в ознаменовании 75 лет разгрома немецкой армии под Сталинградом делало интервью с выжившими офицерами и солдатами германской армии в Сталинграде. Немецкое телевидение показывало хронику страшных битв под Сталинградом. И эта битва решила исход всей войны. Гитлер назвал это национальной катастрофой. В перемешку с разбитой немецкой техникой, искореженными танками, показывали толпы и толпы бредущих пленных немецких солдат. И вид их было ужасен. Они надевали на себя одеяло. Их часто руки и ноги были обморожены. И тут же на закопченных руинах разрушенных домов сидели советские солдаты. Они ели суп и смотрели на бесконечные толпы пленных немцев. Стоял зимний солнечный день. И в тишине этого ослепительного морозного солнечного дня после грохота ожесточенных боев слышен был только хруст снега под ногами нескончаемого немецкого шествия. А потом на экране появились пожилые люди, которые были участниками этого похода. Это были бывшие немецкие офицеры и солдаты. А потом их направили на сборные пункты и отправили в Сибирь, на восток, в лагеря для военнопленных. Но если они получили особенные роднения, были обожжены морозом, их помещали в лазарет. И вот выступал 96-летний бывший военный Вальтер Кох. За годы, проведенные в советском плену, он выучил русский язык и перемешал свою речь немецкими и русскими словами. В памятные дни февраля 43-го года он был раненый, обмороженный и попал в плен, нуждался в срочном переливании крови. А у него были редкие группы крови с отрицательным резусом. И ни у кого не нашлось такого вида крови, кроме как у начальника лазарета, капитана советской армии, Эсфирь Григорьевны Левина. У нее нашлась нужная кровь, и она сдала ее, чтобы спасти пленного гитлеровского солдата. Рассказывая об этой женщине, Вальтер сказал, что она свободно говорила по-немецки и относилась к лежащим в лазарете немецким раненым как больным, обычным больным, которым была необходима ее помощь. Она была улыбчива, добра, и несмотря на то, что мы принесли ее народу, неимоверные страдания спасала нам жизнь. Но были среди нас и те, которые не разрешали ей притрагиваться к ним под впечатлением, под воздействием этой самой немецкой гебелевской пропаганды. Когда она к ним подходила, они демонстративно отворачивались и отводили ее руку, когда она пыталась сделать им спасительный укол. Что это такое? Это следствие пропаганды или ложное понимание чувства долга? А может это в человеке, в его характере? Эти вопросы я задаю себе до сегодняшнего дня, говорил этот 96-летний Вальтер Кох. Приверженцев гитлеровских идей у нас в Германии хватает. Так же, как и в сегодняшней России, хватает приверженцев Сталина. Что касается Эсфир Григорьевны, от нее исходило какое-то особенное очарование. Она могла лечить одной улыбкой. С ней работал пленный немецкий врач. Когда он подходил ко мне от одного его нахмуренного взгляда, от всего этого его лица, становилось не по себе. Ей помогали две медсестры, пожилые женщины. И одна из них рассказала мне, что вся семья Эсфир Григорьевны была расстреляна в Бабьем Яру. Я был потрясен. Я не участвовал в том страшном преступлении. Но как солдат гитлеровской армии, я считал и себя причастным к тому массовому убийству в Киеве, в Бабьем Яру. А она, чтобы меня спасти, пожертвовала, дала свою собственную кровь. Нас уверяли, что русский плен – это пытки, это мученическая смерть. А тут Эсфир Григорьевна. Когда я поправился, меня перевели в другой лагерь. Я даже не успел с ней попрощаться. А потом вместе с другими военнопленными я в течение долгих лет остраивал Сталинград и другие советские города, разрушенные войной. Из плена я вернулся в 1954 году. В свой родной город Росток. И здесь, на судостроительной верфи, по заказу Советского Союза, начали строить рыболовные и грузовые суда. А принимать приезжали советские моряки. И на верфи нужны были переводчики. И меня взяли на работу. В плену я хорошо выучил русский язык. Но с кем бы из советских моряков я не заговаривал, а в своей спасительнице, все они уходили от разговора. Они боялись провокаций. Такие были тогда порядки в Советском Союзе. Я писал письма в разные советские организации. Пытался найти ее адрес, чтобы написать ей благодарственное письмо. Но отовсюду я получал уклончивые ответы. Советские власти были против переписки советских людей с иностранцами. Даже из Социалистической Республики Германии. Достаточно вспомнить одну Берлинскую стену, чтобы все понять. И вот то, что продолжил рассказывать Вальтер Кох. Вернувшись из плена, я женился. У меня родился сын. Он рос, и я ему рассказал всю эту историю про Эсфирь Григорьевну Левину. Как она мне, пленному немецкому солдату, ее врагу, тот, кто уничтожил треть ее народа, пожертвовала свою кровь и спасла мне жизнь. Мой сын поступил в Берлинский университет и стал врачом. Он начал интересоваться историей катастроф. В конце концов, он принял решение, прошел Геюр и стал евреем. И он приехал сюда, в этот приморский израильский город Аждот. И здесь он лечит еврейских детей. Для меня это большое счастье, то, что мой сын вернул душу еврейскому народу. И, может быть, это в заслугу той крови, которая спасла мне жизнь. Это парадокс еврейской истории. Это еще один счастливец. Это детский врач, отец которого был спасен капитаном медицинской службы советской армии Эсфирь Григорьевной Левиной. Субтитры создавал DimaTorzok